Не то, не то, не то, не то. Это скучно. Зачем я вообще это купила, как лягушка? Вот это вообще купальник. Это для клоунов или что? Что-то делают вообще с Жениной вещи, блин. Да, уже дожили. Мама за последнюю неделю купила только 15 вещей. Юня сбивает за трендами тиктока. Вчера была вообще голубой, а сегодня фиолетовый. Как сложно жить. Есть выход. Надо пригласить Злату и пойти на шопинг. Ребята, напишите в комментариях, хотели бы вы видеть Злату. По-моему, ее уже давненько не было. Приедет ко мне, поснимаем видео, поедем на шопинг. Надо потом ей написать. Первый шкаф перебрала. Что ты во втором? Ну привет, вот повстретились. Давненько я тебя не видела. Но я же тебя вроде бы выкинула. Откуда появилась? Сколько всего черного было с этой Wednesday? Так, все, поностальгировали и хорош. Пора закончить эту историю. Да, блин, даже здесь проблемы. Не могу его достать. Да иди ты сюда. Тупая Wednesday, как ты меня бесишь. Ну что, прощай, Wednesday Addams. Надеюсь, больше не увидимся. Да не встанешь ты, Женя. Я тебе говорю, это физика. Да встану, это невозможно не встать. Но ты уже 5 минут не можешь встать. Смирись, ты проиграл. Не проиграл я. О, привет, Николь. Да, привет. Во-первых, невозможно встать с пальцем на лбу. Женя, смирись. Во-вторых, какие у нас сегодня планы? Я встану, Николь. Во-первых, сделать так, чтобы Женя смирился. А во-вторых, сегодня выходит новый сезон Wednesday. Так что мы сегодня часов 8 где-то будем заняты. Второй сезон выходит, прикинь. Весь мир будет дома сидеть. Так что месяца 2 будет куча хайпа вокруг Wednesday. Так что смирись с этим. Точно, я забыла. Сегодня же выходит второй сезон. Нет, не сегодня. Это Wednesday нам столько проблем принесла. Я даже ими не хочу это вспоминать в этом доме. Так что с сегодняшнего дня у нас правило. Мы игнорируем хайп вокруг Wednesday. И чтобы вы не соскочили, пообещайте, что мы ее будем игнорировать. А если нет, то я вам такое устрою. Пообещайте. Обещаю. Это что такое? Венздей, Венздей. Это Венздей? Это пробки я вела. Сейчас пойду включу их. Какой он, блядь, Кузь, 20 лет. А смелость, как у Николь. Что тут страшного? Нашел чего бояться. Где эти пробки вообще? Меня это не спрашивает, напишет. Пораскидывай. Где эти все-таки пробки? Ой! Ты откуда здесь вот? Я чуть не умер. Конечно, чуть не умер. Столько есть. Скажи. Да при чем здесь это? Я видел платье. Ты что, платье не видел никогда или что? Что ты кричишь так? Платье. Венздей. Платье Венздей. Как страшно. Венздей вернулась. Там в подвале ее платье летает. Ладно, Жень, все, хватит с тебя этого цирка. Прамп не удался. Ну пожалуйста, поверьте мне. Я уволю вас. Все, 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 все. У него опять истерика начинается. Мы верим. Но поклянись своим аккаунтом в стенд-оффе, что это правда. Да чем хочешь поклянусь, только пойдите, посмотрите. Я же не зашел с ума. Сейчас мы заходим туда в подвал, а там такая Венздей. И ты стоишь в Венздей. Мне так правда, очень страшно. Блин, как страшно. Ну и где Венздей? Где Платье? Нет, ну вон она стоит, Венздей, посмотри. Ну дальше пройдите, пожалуйста. О боже мой, что это? Вот она, вот она. О боже мой, откуда она там взялась? Я же его сегодня выкинула. Что такое? Что с там? О боже. Она перстала Венздей. Я никуда и не уходила, мерзкие людишки. Николь, очнись, пожалуйста, это не ты. Это в тебя вселился дух. Здесь мы твои друзья, Николь. Тварь за окном не остановится. Она будет преследовать тебя. Пока ты не убежишь или не спрячешься. Или пока она не достигнет своей цели. Вам лучше бежать. Опять эти... Опять Венздей. Этого нам только не хватало. Это как соно. Ты знаешь, этого клоуна? Раз в 30 лет оно возвращается. Только Венздей возвращается с каждым новым сезоном сериала. Точно. Нам надо любой ценой освободить Николь от Венздей. Как мы это сделаем? Мы ее уже освобождали. Во-первых, нужно погуглить. Потому что в гугле есть абсолютно все. На, гугли. Так, Венздей, информация, платье. Как освободить Николь? Или там такого не написано? Там такого не написано. Я нашел старый чат, где люди пишут, что сталкивались с такой же проблемой, как и у нас. Смотри. На протяжении многих лет существует фабрика, которая выпускает платье в стиле Венздей. Говорят, что эти платья прокляты. И все, кто их надевает, начинают странно себя чувствовать. И в конце концов превращаются в Венздей. Она забирает их душу. Чем больше ты носишь платье, тем больше вероятность, что ты потеряешь рассудок. Нам надо срочно найти Николь и снять с нее платье. Как ты снимешь с нее платье, если она за нами сейчас охотится? Смотри, вот здесь на карте находится эта фабрика. Это недалеко от нас. Это всего 3 километра отсюда. И что ты предлагаешь? Я предлагаю у Тани тихо взять машину и поехать на фабрику проверить. Если вдруг там будут какие-то зацепки, то мы сможем узнать, как снять это проклятие с Николь. А как мы возьмем Танину машину? Возьмем машину, ее помоем, она все нам просит. Все, погнали, времени нету. Погнали. Не сумею. Чем ты тогда делал? Чтобы было, мне страшно. Давай, давай, давай. Давай, поворачивай. Давай, ничего не есть, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Судя по карте, это здесь. Ну это жилые дома, здесь нет никаких заброшек. Ну карта пишет здесь, это в интернете было. Может какая-то ошибка? Может здесь за столько лет все перестроили? Вот смотри, в интернете написано, что каждый, кто придет сюда, должен найти записку. Так чего мы теряем время? Давай искать. Давай. Ты здесь, я наверх. Нету. Нет, тут только бутылка разбита. Может в почтовом ящике? Это происходит? Зеленский попустил порос. Ах ты, ё-моё. Не-не-не. Может здесь какой-то потайной ящик есть? Где может быть записка? Может в этом щитке? Ага. Я не знаю, что здесь написано, но мне кажется, записки здесь нервно нету. Зачем эти загадки? Нам нужно Николь спасать. Здесь тупик, здесь абсолютно нечего больше искать. Но это конец. Мне кажется, что надо все равно обыскать этот угол. Где его искать? Уже все. Вон кошка накакала. Вон она! Вон она! Мы его нашли, читай, давай, читай. Итак, это письмо посвящается тому, у кого есть платье Венздэй и кто страдает от проклятия. Это Николь. Ага. Все, подходит. Давай, давай. Я житель этого города. Мой отец работал на этом заводе и говорил, что лучше сюда не соваться. Этот завод был проклят. И теперь на этом заводе жилые дома. Его снесли много лет назад. Так вот, почему здесь нету завода. Потому что его снесли много лет назад. Поэтому здесь завода и нету. Все правильно. Читай дальше, давай, читай дальше. Кто зайдет на эту территорию, будет навеки мучиться и вечно убегать от маленькой девочки Венздэй. Здесь больше ничего не написано. Здесь нету ответа на наш вопрос. Точно? Посмотри внимательно. Нет, все, он пустой. С другой стороны только это написано. Готово. Это зелье сделает этих неудачников моими рабами. А еще с помощью этого зелья можно видеть, где они находятся. Думали я вас не найду? Мэйши. Я знаю, где вы находитесь. Вам от меня не спрятаться. Все, приехали. Вариантов у нас остается немного. Да, остается только платьем ее поймать. А где нам взять белое платье? У нее в гардеробе, если она не выкинула, есть белое платье. Вот оно нам как раз и подойдет. Короче, я пошел искать ее платье, а ты еще погугли, как Николь можно вернуть. Так, здесь говорится, что белое платье действует как противоядие черному. Типа как будто белая магия побеждает всегда черную. Интересно. Привет, Женя. Откройте! Пора спать, Женя. Ну вот и все. Что я здесь делаю? Зачем ты меня связала? Пусти! Если ты меня сейчас не отпустишь, я разобью всю твою косметику. Ладно, не работает. Хорошо. Тогда, если ты меня не отпустишь, я расскажу маме, что ты прогуливаешь уроки танцев. Как тебе? Ей вообще не понравится. Я готовлю сделать тебя одним из нас. Но для этого нужно провести ритуал посвящения. Что? Какой еще ритуал? Но ты для этого должен выбить коктейль из гнилой каракатицы и яда змеи. Что? Какой каракатицы? Фу, как он увоняет. Я не выдержу этого. Степа, стоять, работай! Ай, колено сбил. Ай. Ладно, мне некогда. Очередной последний план провалился из-за тебя. Почему из-за меня? Ты тоже попал ее в ловушку? Мы с тобой планировали. Меня связывают. Я как наживка. Ты подбегаешь с платьем. Когда я нажму кнопку, тебе скажу, как ты мог споткнуться об это ведро? Да я уже от него 15 раз спустнулся. Вырубались. Да успокойся ты. У нас еще есть один план, успокойся. Когда она меня тянула, я на секундочку открыл глаза и понял, куда она меня тащит. И тогда я положил в ее левый карман GPS трекер. Сейчас мы узнаем, где она. Так что все отлично. Ты гений. Вот смотри, это наша точка. Вот смотри. Вот она, вот она, вот она. Полтора километра. Это вот туда нужно бежать. Подожди, а план у нас есть какой-то? А потом придумаем план. У нас времени не хватит. Ладно, бежим, давай. Судя по карте, она где-то вон там бегает. Но последний вопрос, как нам за ней проследить? Она даже не моргает. Она нас спалит в 2 секунды. Женя, это нам поможет? Ты просто гений. Ага. Вот туда лети. Вон она, вон она. Вон она. Давай подлещу ближе. Yes. Стой, стой. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Прими меня, пожалуйста, в свои ряды. Окей? С чего это вдруг я должна тебя принять? Ты постоянно пытаешься от меня убежать. Вдруг ты меня хочешь надурить? Нет, я понял, что мне вообще неинтересно с Женей находиться. Он сбежал, а я хочу стать одним из вас. Ладно, посмотрим. Но сперва ты должен выполнить одну вещь. Только не пить коктейли с твоих ящериц, пожалуйста. Да опусти ты уже руки, наконец. Ты должен рассказать, где Женя. Иначе я просто не приму тебя в свою семью. А давай, пожалуйста, не будем трогать Женю. Он убежал и все вообще. Его мы больше не увидим никогда. Нет, мне нужна вся ваша семья. Ну и где Женя? Вот смотри. Ты думаешь, я бы не предугадала как минимум твоих три шага наперед? Я знаю, что ты делал. Делаешь и будешь делать. А вот ты не знаешь, потому что Женя уже стоит вот тут за углом. И он сейчас как раз выйдет с белым платьем. Что ты тогда запоешь, а? Ну и что теперь скажешь? Ты что, издеваешься или что? Женя, прости меня, пожалуйста. Это не я. Да ты можешь хоть сейчас не плакать, не в эту минуту. Что ты так далеко стоишь? Подойди поближе. Нет, потому что я боюсь, что ты меня поймаешь. Ты же знаешь, что я не одна. Со мной еще Мартиша. Мне все это надоело. Женя теперь с нами. Нееет!